Мост, тротуары, освещение и дорогу протяженностью 15 километров отремонтировали в Первомайском районе полгода назад по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». До ремонта проезжая часть была в жутком состоянии. Автомобили тонули в лужах, а пешеходы в грязи. Чтобы привести дорогу в божеский вид, потребовалось около 180 миллионов рублей. Средства, по словам экспертов, не ушли в пустую. Топить проезжую часть теперь точно не будет. Ремонт был выполнен качественно. На данный момент измерялся поперечный уклон. То есть он соответствует нормам. Оценили качество дороги сегодня и представители Общероссийского народного фронта. Особое внимание они уделяли пешеходным переходам. Дорожное полотно в сохранности. Единственное особое внимание, конечно, мы все-таки в своих рейдах уделяем именно подходам к пешеходным переходам. И на сегодняшний день обратили внимание, собственно, на устранение небольшой проблематики в части продления искусственно-дорожной неровности. Опять же, да, для того, чтобы у нас водоотведение именно не скапливалось на подходы к пешеходным переходам. На подходы к пешеходным переходам, или вернее на их отсутствие, обратил внимание и министр транспорта Александр Дементьев. Когда сделаем? 1 мая? Успеем? Да, наверное, нет. Погода, видите, какая. По всем выявленным дефектам подрядчику были выписаны соответствующие предписания. Устранить нарушения по гарантии строители обещались с наступлением положительных температур. Что касается обустройства подходов к пешеходным переходам, то срок обозначен до 1 июня. Валентина Скирова, Андрей Печоркин. Наши новости.